союз нерушимый добрый день это программа союз нерушимый и сегодня как всегда наша программа выходит в эфир но не как всегда сегодня составь ведущих и вместо отдыхающего дай бог и махаршо отдохнуть и получить массу новых сил владимир сметанина у нас замечательная давно не отдыхавшая но тем не менее в хорошей форме светлана занько добрый день и конечно я азиз агаев да добрый день я думаю что и мне посчастливится и я поеду и володя потом будет без меня проводить эту передачу и сегодня у нас как всегда наши дорогие и уважаемые гости священник василий писцов добрый день отец василий здравствуйте настоятель храма иоанна предсечи города кирова первый проект арвятского духовного училища и уважаемый нур-ислам хаджи касимов имам мечети города кирова салам алейкум алейкум ассалям да вот с такими добрыми словами мы начинаем сегодня нашу передачу и тема сегодняшней передачи формирование у детей чувство уважения к родителям духовная связь родителей и детей и вы помните уважаемые друзья коллеги что мы с вами детей родили мы устроили праздники отметили все нужные молитвы прочитали все что нужно сделали чтобы ребенок начал по-хорошему жить и теперь очень важный вопрос вопрос от которой наверно потом вся жизнь ребенка будет зависеть как он будет жить как вести себя будет каково будет самочувствие в этой жизни это формирование у детей чувство уважения к родителям и его духовная связь с его родителями потому что если эта духовная связь установлена то она чувствуется до конца дней этого человека есть родители в этом мире нет их это играет очень важную роль в жизни этого ребенка потом уже взрослого человека и как всегда давайте начнем обсуждать отец веселье как православие что говорит о взаимоотношениях детей с родителями и все-таки какие чувства и каким образом формируется у детей к родителям если какие-то универсальные рецепты я думаю что конечно именно универсальные рецепты именно универсальные понятия религиозные понятия лежат в основе отношения детей и родителей потому что отношения детей и родителей в православии основывается на базовых заповедях на одной из десяти заповедей на пятой заповеди заповедь она стоит первая из тех что регулирует отношения между людьми не между человеком и богом а между людьми первые четыре заповеди я напомню говорят об отношении человека и бога а остальные шесть говорят о заповедях о отношениях людей между друг другом и вот первая из этих заповедей она звучит так и это очень важно что это первое среди заповеди которые формируют или регулирует отношения между людьми первая заповедь она так и звучит почитай отца и матерь твою до благо ти будет и до долголетен будешь на земле то есть господь когда начинал заповедовать людям отношения между друг другом когда устанавливал универсальные законы нашего общества первой заповедь дал именно заповедь о почитании родителей причем обращаю ваше внимание на очень интересная особенность все заповеди они даны в отрицательной форме не убивай не кради не прелюбодействуй без всякого обещания за исполнение эти заповеди в то время как это заповедь единственная которая является заповедь с обетованием или с обещанием почитай отца и матери твою до благо ти будет и до долголетен будешь на земле то есть господь универсал устанавливает как вы правильно сказали универсальный закон человеческих отношений долголетие и счастье человеческой жизни напрямую зависит от безусловно почитание родителей то есть тут такая взаимосвязь установлена да если ты почитаешь то не просто тебе обещан наверное человек уже чувствует что он и блага получит в этом мире да и долголетен будет а если не почитаешь вы говорите что здесь нет отрицательного абсолютно верно то есть если не почитаешь что-то логично предположить обратно не получаешь ни благ ни долголетия вот это но это вполне логичное понимание это заповеди тут важно заметить еще одно что почитание родителей почитание родителей она формируется с самого детства нет такого момента нет такого периода в жизни когда бы человек не формировал в себе эту заповедь почитание деть любовь родителей к детям вложен на нас природы мы все очень любим то то что мы родили а вот почитание детей по отношению к родителям вот это воспитывается и воспитывается именно через религиозно-нравственное воспитание то есть самое мощное основание для исполнения этой заповеди является именно находится именно в религиозном воспитании человека но мы поговорим наверное о каких-то вот конкретных методах или вариантах там вот это вот религиозно-нравственное воспитание почитание своих родителей, если они вообще так или иначе обозначены. Конечно, конечно. Но я в первую очередь хочу сказать, что обучение ребёнка нравственным истинам, то есть именно закону Божию, именно знанию своей веры, является, наверное, первым основанием для освоения этой заповеди. Второе, конечно же, это традиция. Вторая традиция. То есть если в самой семье система отношений заложена таким образом, что почитание родителей, исполнение этой заповеди, безусловно, по отношению ко всем поколениям, то ребёнок сам по себе тоже видит на примере родителей исполнение этой заповеди и сам стремится её исполнять. Хазрат, как в нашем исламе это регулируется, и какова здесь роль аятов Корана и всё-таки традиций? Как сказал Владимир Владимирович Путин, наш пророк и ваш пророк Мухаммад, в мире благословения ему Аллаха, оставил же нам нравственные заповеди, каким образом воспитывать семью всю полностью. Первое дело, конечно, канонические. Канонические, смотрим, аят Корана, Всевышний Аллах говорит, Что означает, мы заповедовали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари меня, Всевышний приказывает, Благодари меня и своих родителей, ведь поискни ко мне твоё возвращение. То есть Всевышний делает установку, а мы же знаем, Коран, закон. Да. Делает установку на почитание родителей. Посланник Аллаху, алейсаляту вассалям, сказал, Реда араби, реда альбалидайни. Довольство родителей – это довольство Аллаха. И мы представим себе передачётом, перед Всевышним, и все наши деяния и помыслы направляются к довольству Всевышнего. Так же всем известный хадис от посланника Аллаха Мухаммада. Аль-Джанату агдами, тахта агдами уммахады. Ещё раз, хадис, уточним, это… Хадис – это предание, слова пророка Мухаммада. Он именил его деяния, его одобрение, пример его нравственности и внешнего облика. Так вот, он сказал о том, что Аль-Джанату рай тахта агдами находится под ногами уммахады ваших матерей. А ключи от него – у ваших отцов. Как хотите, поступайте. Что это означает, рай находится под ногами вашей матери? Почитание. Далее уже и хадисы, и учёные для нас объяснили. Уважение к отцу, милость к матери. Если ребёнка позовут двое, вот из соседней комнаты папа и мама позвали, к кому ребёнок повезёт? Кому должен. Да, установка – это не является личной эмоцией ребёнка, это ему установка такая. Сначала к матери бери. Мало ли, мама нуждается в твоей милости, в добром слове. А если вместе с отцом идёшь через проём дверный, кто первый проходит? Ну, отец, я думаю. Отец проходит первый. Ребёнок не должен слева от отца идти, помогать ему должен справа. Мало ли, отцу надо опереться, ребёнок, сын подставляет руку, подставляет ногу, плечё, что угодно. То есть, это не эмоции, не выработано самим ребёнком пожелание. Это именно так ему объясняют, как он должен себя по отношению к родителям вести. Сами родители. В первую очередь, сами родители. Ведь воспитание же сначала на себе показываем. Друг другу показывают отношения, причём искренние отношения. Если папа будет говорить ребёнку, там, сыну своему или дочке, «Почитай мать твою», а будет её унижать и оскорблять, ну, это же не будет, и истины в сердце ребёнка не заляжет. То есть, мы здесь уже переходим к конкретным методам утверждения вот этих истин из священных книг. Как мама воспитывает дочку и сына в уважении к отцу? С собственным уважением. Папа кто в семье? Он в семье Султан, он в семье Муфтий, он кормилец и паилец, и доставщик пиццы, и судья тоже он же. Всё он. Мама кто? Мама милость. И мама показывает детям, мы не просто любим папу, уважаем его, и подчиняемся ему, его приказам, кроме тех случаев, когда он приказывает ослушаться Господа нашего. Если отец приказал не исполнять молитву, мы его не слушаемся. Посланник Аллаху А.Саляму не соединяется творения Всевышнего в ослушании Господа. Пример этому пророк Ибрагим, мир ему, Авраам. Ведь он как делает? Когда отец, бизнес которого был, продажа идолов. Изготовление и торговля идолами. Он ему приказал... Башками, так называемые. Башками. Он сказал, так, тащи этого идола на рынок, продавай там. Что делал Ибрагим А.Саляму? Он выполнил приказ Отца. Потащил. Буквально потащил. На верёвке по земле тащил. И кричал, кто купит то, что не принесёт никакой пользы? То есть, пророк же, он посланник Божий. Он не мог проповедовать многобожие. С одной стороны, он не ослушался Отца. И не ослушался Отца. И... То есть, он был мудрый. Затем, когда он призывал Отца постоянно к Единой Божию, призывал мягким словом, красивыми проповедями, отец не соглашался. Отец его ругал. Пророк Ибрагим что делал? Алейсалям. Он мягко продолжал, продолжал. Когда отец ему в гневе сказал, уйди от меня уже. Вон там, в другое здание, уйди от меня. Ибрагим что сказал? Я, папа, буду всё равно за тебя молиться. И в этом проявлялось его уважение к своему Отцу. Да, уважение и любовь к своему Отцу. Он подчинился Отцу, но не ослушался Господу. Не ослушался Господу. И проявил уважение и проявил любовь и милость. Отец Василий, уже переходим к конкретным методам. Вот сейчас Хазрат Александр Хаджи сказал про то, что правда не до конца сказал, он привёл пример нам только когда мама значит говорит детям как нужно уважать отца. А какие примеры как нужно уважать маму пока ещё не привёл. Но я думаю, что приведёт. Сейчас подумает. А вот как вот такие методы, примеры и так далее в православии какими примерами из священных книг воспитывают? Да, вот это просто очень интересно, что сказал Нурислам Хаджи. Он сказал, что есть даже какие-то методы, которые определяют поведение. Даже просто схемы, когда ребёнок идёт справа от отца, думая о том, что он должен стать опорой этому отцу и прочие вещи. А у нас в православии есть что-то такое? Да, была такая книга. Она сейчас в меньшей степени актуальна, но потому что у нас уже очень изменился быт. Называлась она Домострой. Многие о ней слышали, наверное, сейчас вряд ли найдутся семьи, которые живут по Домострою. Домострой вообще приобрело такую негативную коннотацию. Да, даже учитывая, что во многом говорили о том, что о религиозности в советское время говорили в негативном смысле, поэтому и самоустройство этого. Я думаю, что молодёжь-то даже в негативном смысле вряд ли знает, что такое Домострой. Слово Домострой. Поясню тогда. Домострой – это книга, которая была создана ещё при Иване Грозном, протопопом Сильвестром, одним из ведущих тогда русских церковных деятелей, и она описывала бытовое устройство православного дома, расписывая то, как должны строиться взаимоотношения внутри семьи. И она, естественно, описывала тот быт, патриархальный быт, православный патриархальный быт XVI века. Понятно, сейчас у нас условия во многом изменились, но, почему я заговорил о домострое, ценность не самой книги, не тех практических указаний, которые сейчас уже неисполнимы, а ценность в понимании того, что устройство домашнего быта, само взаимоотношение, постоянное, ежедневное отношение матери и отца со своими детьми на основании принципа почитания родителей и есть основания для формирования у детей заповедей, осознания заповедей о почитании родителей. То есть, мы их научим, мы их научим закону Божию, мы скажем им о заповедях Божьих, мы заставим их выучить. Все семинаристы при поступлении сдают эти заповеди наизусть и было бы неплохо, если бы многие из наших детей наизусть бы знали «Чти, амбцай, матерь твою да благо ти будет и долголетен будеши на земле». Да, но слов-то мало. Нужна постоянная ежедневная практика в этом добром деле. И устройство домашнего быта это показывает. Как говорил один знаменитый проповедник, кому первая тарелка супа? Отцу. потом матери. Не бабушка наливает любимому внучку первому, а имена отцу. Не потому, что он такой деспот и хочет, а потому, что через это он своим делом, через такие маленькие дела показывает, что этот принцип почитания родителей, почитания старости работает в жизни непреложно. и он должен работать. Здесь речь не идет о том, что кто голоден больше или кто больше заслужил это, это просто самый обычный принцип почитания. То есть первый, потому, что это не разрешает. Почему вы родители, почему мама мне не разрешает, задает мне ребенок вопрос? ответ не потому, что она мама, она может тебе не разрешать. Вот это тоже принцип, принцип безусловности подчинения, сначала в детстве подчинения, а потом уже почитание во взрослом возрасте родителей, он должен закладываться с самого детства. Я еще бы... Я хотела просто спросить здесь, прежде чем следующая тема будет. Запомните, тема... Просто это очень важно на самом деле. Нам показывают разные системы, особенно эти системы, такие яркие воспитания детей в Азии, в Японии, например, до скольки-то лет ребенок король, до стольки-то лет ребенок муштруется и учится, не покладая рук, а после стольки-то лет он должен принимать самостоятельные решения. Что касается православия, я могу себе представить детей, которые, безусловно, почитают и слушают маму при правильном воспитании, папу тоже, до определенного возраста. Наступает какой-то период, когда невозможно не отвечать на вопрос, почему я так решила. И я должна это в свое решение обосновать своему 11-12-летнему ребенку. Дальше уже не проходит никак. Вот здесь я согласен с вами. Возможно, я сказал слишком общее, потому что, конечно, не для каждого возраста можно сказать, потому что я так решу, у меня просто старшая девчонка еще только 7-8 лет, поэтому я пока позволяю себе так ее воспитывать. в почитании родителей есть две основных стадии. Это подчинение родителям, которое закладывается в младшем возрасте, которое воспитывается, и почитание родителей, которое будет начинаться с сознательного возраста, с возраста сознательного когда человек становится полноценным Я бы хотел, отвечая на вопрос Светланы, вы бы раскрыли все-таки более, так сказать, вопрос, потому что почитание действительно не заключается только в том, что мама сказала. Не только в послушании. Да. Или папа сказал и. А как раз видимо что-то более такое, что любые твои действия должны быть в добро, во благо в отношении твоим родителям. Что-то более такое широкое, скажем, чем просто подчинение. Абсолютно верно. Извините, пожалуйста, потому что желание, которое во мне возникает, видя, пока были живы своих родителей, сделать что-то такое от души. А сейчас, когда ты видишь каких-то там стариков и так далее, это, видимо, оттуда как бы идет, да? не совсем понял мысль Азис Алич. Азис Алич сейчас рассказывает про такой интересный момент. Вот на самом деле оба наши гости говорят больше не про послушание с самого начала, а именно про почитание. совершенно верно сказал и Нурислам Хаджи и отец Василий, что своим поведением родители прежде всего должны внушать уважение к себе и, наверное, тогда на любом этапе жизни, будь мы уже в нашем с вами возрасте, Азис Алич, мы не спросим у наших родителей, почему ты мне такое говоришь, потому что сам образ их жизни будет внушать нам абсолютное доверие и понимание того, что у них мудрость, они, прожив свою жизнь вот так, гарантировав нам вот это самое долголетие, они являются столпами и основой нашего благополучия. Да, действительно так. И тут Азис Алич говорит о том, что когда видишь стариков брошенных, Азис Алич, на улицах, вот буквально вчера вспоминала такой сюжет, вы знаете, и не знаю, будем мы это комментировать или нет, май месяц, 9 мая, все празднования Дня Победы, моя дочь вместе со своими одноклассниками идёт в дом ветеранов, и после этого я её забираю всю в слезах. Ей 11 лет, она одета в платьице вот в стиле тех годов, там, времён войны, и я говорю, что случилось? Вы так долго готовились, концерт и прочее, они побывали в доме ветеранов местном, и она мне сказала следующее, ты знаешь, мама, мы пришли туда, мы концерт давали, рыдали, мы пришли в класс, рыдали и мальчики, и девочки, потому что мы думали, что ветераны это те, кого все почитают, уважают, поддерживают, а они сидят в тёмном доме с плохим запахом, плохо одеты и плачут. вот это был такой урок в жизни. Это правильное воспитание ребёнка. Реакция моей дочери, да, мне понравилась, и я понимаю, что она это прочувствовала. Вы очень хорошо уже начали то, что я хотел, моя мысль, походу, говорите, говорите, материзовалась в ваших словах. Что мы имеем на сегодняшний день в нашем обществе? Тип общества постмодернистский, который отличается от традиционного общества, где вот эти ценности превалировали, отношением к человеку. Какого отношения сейчас в постмодернистском обществе? Человек ценен тем, чего он добился в материальном статусном плане. В традиционном обществе человек ценен тем, что он просто человек уже. И отношение к ветеранам было из уважения за их достижения, из уважения к тому, что они старшие и так далее, и так далее. А сейчас современные и чиновники, конечно, в виде своей дикой загруженности оставили свои сердца где-то глубоко спрятанными в сундуках, не позволяет в нашем обществе выставить отношение к старшим. Таким образом, когда, вот как вы говорите, приходят дети и видят, что люди, из-за которых все наше благополучие сегодня есть, на чьих спинах и жилах построено оно, к ним отношение как к бросовому материалу, который отработал свое и никому уже не нужен. Как один сектант из относящих себя к мусульманам сказал, в пророке Мухаммаде пользы меньше, чем от палки. Он же уже умер, какая от него польза? Какой? Как какая польза? Вся религия, вся нравственность верующего человека построена на том, что он оставил на его наследстве. А палка это палка всего лишь. И вот это отношение может быть выставлено только в том обществе, которое придерживается традиционных принципов, основанных на религиозной морали. То, что у нас пытаются сейчас выбить. Не просто забрать, выбить у нас пытаются. Нам нужно будет сейчас прерваться на короткий перерыв, но я еще только, а потом передам вам слово, отец Василия, я еще только добавлю, что, наверное, я вас сейчас слушаю и думаю, что, конечно же, если бы в каждом из нас эти заповеди были воспитаны, или сами мы в конце концов пришли бы к этим заповедям, потому что вот мы с вами, Алиса Алиевич, из Советского Союза, больше погружены в эту атмосферу, я меньше, например, но вот эта история про то, что государство должно заботиться о стариках, в том числе, ведь идет и из Советского Союза, государство должно брать на себя эту ответственность, просто я к тому, что очень у многих как раз и закрепился этот стереотип, что не я, и не только своего отца, и свою мать, а вообще стариков, а кто-то там позаботится, вот, но эта история сложная, и, наверное, не для сегодняшнего обсуждения. Мы ушли из деревни и потерялись в городе. Прервемся буквально на две минуты и вернемся в студию. Союз нерушимый. Ну что, продолжаем нашу программу «Союз нерушимый». Сегодня мы ведем программу Светланы Занько. И тема сегодняшней программы «Формирование у детей чувства уважения к родителям» и «Духовная связь родителей и детей». С нами вместе в студии священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища и Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Я не знаю, что нужно добавлять. Нужно что-то добавлять? Я думаю, что этого достаточно. Все этого уважаемого человека и так знают. Да. Отец Василий, мы вас остановили перед перерывом. Сейчас представлено слово. Да, я хотел бы добавить несколько слов к той теме, которую мы затронули. Религиозное воспитание в семье, в каждой семье, в детстве человека, оно ведь воспитывает не только почитание своих конкретных родителей. Ведь через почитание своих родителей человек получает навык и привычку чтить старость вообще. И как один знаменитый русский проповедник сказал, что не только даже старость, но и эпоху. Потому что в молодости часто бывает такое, вот вы когда-то там жили, там неправильно, вот мы новую жизнь построим. Это очень часто. А если эпоху, значит и историю своей страны. Абсолютно верно, и свои корни. Обратимся тоже к текстам Священного Писания. «Перед лицом Седого вставай и почитай лице старика и бойся Господа Бога твоего». Какое взаимоотношение, какая связь построена между почитанием родителей, почитанием старших вообще, почитанием эпохи своей страны и, наконец, Господа Бога твоего. И если вспомнить, то вот сам Господь Иисус Христос показал нам пример такого почитания родителей. Ведь вспомните, в Евангелии описано, что когда Бога-человек пришел в мир, родился, он вышел на проповедь в 33 года. Этот факт всем, конечно, известен. До этого времени он пребывал в подчинении своих родителей, он плотничал, помогал своему отцу Иосифу. Да? Да. И таким образом он сам, всемогущий Господь, пришедший ради того, чтобы спасти человеческий род, показал пример почитания своих родителей, пример почитания старости. Видите, какая проследуется связь? Воспитание внутри семьи имеет прямое отношение к устройству отношений внутри всего общества. Ну, вот, уважаемые отцы, ну, хорошо, мы вот сейчас рассказываем, нас слушают, и все равно вопрос-то остается, а как мы должны, вот, каким образом, ведь мы должны у детей, мы сейчас с вами говорим о формировании у детей чувства уважения, да, или уважения к родителям, вот, как мы к этому должны идти, вот, как люди, у которых родились дети, они уже отпраздновали, дети растут, каким образом, ну, вот, частично вот, Хазрат там сказал, частично вы провели примеры, что вот, отца надо поддерживать, там, справа, как на Сочи знаете, Азиз Алиевич, есть психологи, есть, значит, специалисты в детской психологии, и нужно прочитать нужные книжки от таких вот знаменитых тренеров каких-нибудь, узнать все тонкости психики детей, и вот так вот работать, ну, это вот такая-то, вы знаете, вот сейчас мы только что от Хазрата услышали про постмодернистское наше общество, к сожалению, большое количество, больше 80% психологов, книг которых я читаю периодически, читаю, значит, они представители вот этого постмодернистского общества, и читать их бывает вредно, вот, потому что они совсем другие ценности, значит, вкладывают в души наших детей, лучше бы ценности традиционных, тут можно говорить и спорить, дискутировать по этому поводу, но я просто свою точку зрения высказываю, и хотел бы, чтобы родители, пусть, хорошо, пусть с помощью чтения книг психологов, как бы врага надо знать лицо, чтобы правильно воспитать своего ребенка, поэтому пусть читают, как бы, но при этом, но при этом, родитель должен, не психолог, ни государство, ни кто-то, родитель должен воспитывать. Можно я с другой стороны поставлю вопрос, зайду? Вот приходит молодая мама, дай бог, чтобы с папой вместе к вам, и говорят, вот ребенок у нас, что нам дальше с ним делать? Хорошо, если есть традиция семейная, да, из поколения в поколение передается, а если вот они сейчас задумались вдвоем и понимают, что нам нужен кто-то, какой-то наставник, потому что сами-то мы не выросли в этой атмосфере, вот я уверена, что у Зиза Алища дети знают, как воспитывать свои детей. Вы знаете, я просто расскажу вот как пример тоже, вот сейчас я скажу, почему пример, вот я, например, очень часто читал своим детям притчи с разных традиций, там, исламской, христианской, значит, там, притчи интересные. Да, и прямо вот перед сном спать укладывал, открываем книгу и читаем. Ну, вот, например, там, по поводу воспитания, один из, я не знаю, ну, поправит меня хазрата, если что не так. Когда приходит там женщина с ребенком, как вот сейчас вы сказали, к пророку, Мухаммад Алейсалам, и говорит, о, пророк, вот скажи моему сыну, что нельзя столько фиников есть. ну, скажи ему, он ест с утра до вечера, эти финики есть, и ест, ест, и ест. Пророк говорит, приходи завтра. Женщина приходит завтра, он ей говорит опять, приходи завтра. И вот она приходит на третий день, он ребенку говорит, ребенок, нельзя есть столько фиников. Она говорит, а что, вы не могли позавчера сказать? И он отвечает, не мог, потому что я в эти дни тоже очень много фиников поел. Так. То есть, вот все эти хадисы, притчи и так далее, они имеют очень много значений. То есть, вопрос заключается в том, что когда ты, хорошо, вот сейчас, Света, вы сказали, что, ну, как, приходит женщина, которая там, или, вот, хорошо, и сама еще не воспитана. Но есть книжки, не психологов, а вот такие вот, значит, книжки мудрые. Мне интересно, пускай скажут наши гости, вот они как поступают в такой ситуации, потому что, ну, правда, очевидно, что связи в современных семьях, они не настолько крепкие, как когда-то были. Хорошо, если девушка придет к священнослужителю, осознает это, что нужна помощь. Погодите, то, что осознает, это тоже большое дело. Если она не осознает, она не придет. Да. Если она осознала и придет к священнослужителю, который подскажет ей на основании благих примеров, как были выращены люди с высокой духовностью, он ей подскажет, причем не будет ждать от нее платы за свою подсказку, как будут ждать психологи плату. Они дадут популярные советы, которые сами же прочитают в интернете, и дальше это вот лозунги будут передаваться воспитывать так, воспитывать так. На самом деле от лозунгов польза нет. Недавно прочитал, оказывается, Бенджамин Спок, известнейший детский психолог, который воспитывал многие поколения, поколения на его книгах выросли, а умер-то он в одиночестве, по-моему, самоубийством закончил даже. То есть, он сам-то не смог. Кто воспитывает реально детей, ему некогда книжки писать особенно. Каким образом еще можно на практике, опять-таки, я очень люблю практику. Вот смотрите, как привязать ребенка к семье, к дому. Каждый ребенок, как и любой человек, кушает. Ребенок должен кушать у мамы. Я приводил в свое время аят, где Аллах говорит, означающие в течение 30 месяцев, исключая и зачатие, и отрыв от груди. То есть, два года ребенка надо кормить. Если Всевышний дал молоко, если мама сама там ничего со своим здоровьем губительного не сделала, молоко есть, ребенка кормит. Ребенок привычается мама, то есть, это закладывается через молоко материнское, закладывается в мозг. Мама кормилица, источник питания. Как он будет ее ругать после этого? И очень люблю, кстати, русские поговорки. То, что не заложено с молоком матери, потом уже с гвоздем не прибьешь. С гвоздем не прибьешь. Вот отношение к матери спрашивали, как воспитать? Через питание. Вся семья должна питаться дома. Вся. и видеть ласковую заботу своей матери по тому, как меня кормят. Нигде ни в одном ресторане так не накормят, как мама накормила. Родители, если не знают, каким образом воспитывать, пусть воспитывают идеал. Девочка помощница, мальчик, защитник и кормилец. Пророк Иисус, Иисус, мир ему. первые слова его были какие? Первые слова были в защиту матери. Не проповедь была первая, а в защиту матери он сказал первые слова, когда попытались ее очернить, в прелюбодействии обвинить. Это так в Коране, что на всякий случай, как бы, да? Мы же убеждены, мы знаем стопроцентно, что Коран есть истина. Значит, и вот на практике в идеале девочка помощница, мальчик защитник. Так и воспитывать. Защитник и помощник. Ну, так у нас время, так сказать, подошло к концу. Давайте отцу Василию все-таки дадим возможность за полторы минуты поговорить. Поэтому немножечко, так сказать, отец Василий и будем заканчивать. Да, я хотел бы акцентировать внимание наших слушателей все-таки еще на одном очень важном моменте. Форм воспитания в домашних условиях может быть очень много. И все отношения между людьми, они очень индивидуальны. Правильно? И нельзя привести конкретные примеры, допустим, что делать, как делать. Я поддерживаю идею и мысль Нурислам Хаджи о питании. Но даже питание в разных условиях, в разных семьях может быть иногда построено по-разному. Но важно в построении семейных этих отношений придерживаться этого единого непреложного правила о почитании родителей. То есть все, что вы делаете, все, как вы общаетесь со своими детьми, пропускайте через эту заповедь. Пропускайте. Подумайте, это соответствует этой заповеди или нет. Мое слово соответствует, мое отношение к своему мужу соответствует, мое отношение к моим детям соответствует или нет. И тогда все разные частные бытовые ситуации, они всегда будут сводиться к главному, к тому, что у ребенка будет формироваться почитание своих родителей. Ну, а все, что вы заложите в ребенка в его детстве, все это, как я говорю своим прихожанам, вернется вам в вашей старости, в вашем пожилом возрасте. Все это вы увидите. Ну, что, дай Бог, чтобы нам всем вернулось самое хорошее, что мы делали и показывали своим детям. На этом будем сегодня заканчивать. Тем все равно еще осталось незаконченное и неосвещенное до конца. Очень много разных тонкостей, которые мне хотелось бы, конечно, обсудить, потому что, когда мы с вами начали говорить, я просто сразу обозначаю, может быть, следующую тему, начали говорить о почитании отца и матери, очень важно, мне кажется, как-нибудь поговорить о семьях неполных, когда один отец или одна мать воспитывает ребенка. Как в этой ситуации набраться сил, как правильно вести вот это воспитание. Мне кажется, такая помощь людям очень нужна. Согласны со мной? Да. Согласны. Давайте как-нибудь поговорим и на эту тему. Мы благодарим наших гостей. Спасибо гостям. Священника Василия Песцова, настоятеля храма Иоанна Притечи города Кирова, первого проректора Вятского духовного училища и Нурислама Хаджи Касимова и мамы мечети города Кирова Азиз Агаев и Светлана Занько. До свидания. Союз нерушимый.